В Петербурге из-за прорыва трубы на дороге появилась яма, в которой провалился пассажирский автобус. ДТП произошло на Кронштадтской улице, пассажиры и водитель не пострадали. В трех соседних многоэтажках отключили отопление. Устранить последствия аварии планируют только к часу ночи. Два дня назад в Петербурге из-за другого прорыва окутала паром улица Планерная. В Мурманске же несколько дней назад забил из-под земли целый гейзер. Причина — все тоже начало отопительного сезона и износ труб. А за три дня до этого в отставку ушел мэр города Североморск Мурманской области Олег Прасов. Он написал в соцсетях, что не смог реализовать все задуманное. В этот момент в городе вводили режим повышенной готовности. Отопительный сезон в Североморске начался еще 19 сентября. Но отопления долго не было, и администрацию завалили жалобами. Чиновник уверял, что в срыве отопительного сезона виноваты те, кто украл вентили со стояков. Коммунальные аварии и неготовность к отопительному сезону — традиционная российская проблема. Износ коммуникаций таков, что сразу после запуска тепла трубы начинают рваться. Только в прошлый отопительный сезон, в первую неделю 24-го года, без тепла остались жители 19 регионов. Это почти пятая часть территории страны. Подробнее эту тему обсудим с Максимом Резником, политиком и жителем славного города Санкт-Петербурга. Максим, рад приветствовать. Приветствую вас, Юрий. Скажите, пожалуйста, мы все слышим вот эти отмазки и отговорки властей. Вообще, кто должен заниматься? Это ЖКХ, это ЖЭК, это муниципалы, это управы. Кто отвечает за то, чтобы у людей было тепло в домах и трубы не рвало? Ну, на самом деле, надо сказать, что в Петербурге, например, и в Москве, в отличие от других регионов Российской Федерации, там полномочия по-другому распределены, как вы знаете, с особенностями, связанными с местным самоуправлением. Но глобально, конечно, это ответственность, если говорить о системе ЖКХ в целом, то это федеральная ответственность. Это, так сказать, черная дыра, и при этом одна из самых отстающих, если так вообще даже какое-то слово можно подойти, и то, мне кажется, она очень оптимистично выглядит, сторон народного хозяйства, как раньше говорилось. Ситуация в сфере ЖКХ катастрофическая. Я вот единственное, что не хочу сказать за Москву, да, потому что все-таки Москва это как бы отдельная страна, в смысле и финансов, все остальные регионы просто нищие по сравнению с ней. Но тот же Петербург, да, не самый нищий регион, мой родной город, и я могу вам сказать, это мне говорили не один раз руководители города, да, ну так шепотом, что называется, что ни один приличный чиновник, ну приличный с точки зрения, с мозгами, в отличие от дегенерата Беглова, не хочет соглашаться быть губернатором Петербурга, потому что он-то знает, в каком состоянии находится наша ЖКХ. Вот сейчас вы как раз иллюстрируете это. В Петербурге чудовищное состояние, у меня нет для моих земляков в этом смысле хороших новостей, как и для жителей других регионов. Я думаю, что, Юрий, вам придется формат программы расширять, если вы захотите освещать все события, которые, к сожалению, будут происходить в этой сфере, понарастающей, так как грядут холода. И поэтому, конечно, количество аварий будет нарастать, потому что ключевым проблемам, связанным с проблемами ЖКХ, а именно коррупция и отсутствие контроля за этой сферой, ну то есть диктатура, что называется, отсутствие парламентского контроля в том числе, прибавилось такое чудовищное явление, как война. И, конечно, сегодня мы видим, как формируется бюджет России, как вытаскиваются и высасываются деньги из регионов России на то, чтобы продолжать формировать армию наемников, готовых убивать за деньги. То есть это и раньше, понимаете, было проблемой, а уж теперь-то это точно остаточный принцип. И поэтому рассчитывать на то, что какие-то проблемы будут решены не то, что фундаментально, а даже то, что мы сможем избежать большого количества аварий этой зимой, просто не приходится. Я очень сочувствую моим землякам-петербуржцам, я всем сочувствую, кто становится невольными жертвами этих аварий из-за того, до чего путинская власть довела жилищно-коммунальное хозяйство, в общем, как и всю страну. Но еще раз говорю, будьте в этом смысле, ну что ли, адекватной ситуацией, понимайте, что действительно ситуация, связанная с жилищно-коммунальным хозяйством во всех городах страны, может быть, за исключением Москвы, она катастрофическая. Еще хотелось, Максим, вот как раз вы затронули эту тему, связь с войной, да, вот это проговорить просто этот момент. Мы говорим про то, что и так же КХ по остаточному принципу теперь еще больше, то есть те, кто должны были заниматься, по идее, этими проблемами, все занимаются войной, правильно я понимаю? И не только деньги, но и люди, понимаете, люди, да, то есть в этой сфере тоже работали, как мы понимаем, не сами и богатые люди, и тоже, так сказать, сегодня никому не нужно, чтобы они занимались проблемой людей, чтобы там ремонтировали, какие-то аварии предотвращали. Нет, они сегодня должны, с точки зрения путинской власти, идти убивать украинцев во имя бредовых идей фюрера, понимаете? Вот, и это комплексная проблема, да, ее невозможно, ну, так сказать, решить каким-то более эффективным менеджментом. Эта проблема фундаментальная. Поэтому здесь, конечно, еще раз говорю, как ни странно это звучит, ну, может быть, для кого-то, да, что можно было бы решать проблемы на региональном и местном уровне. Нет, невозможно. Сегодня все соки, все выкачивается в пользу войны. Прямо по формуле Геббельса, пушки вместо масла. Спасибо большое, Максим Резник, политик, спасибо. Спасибо. Спасибо, что посмотрели это видео, вообще, спасибо, что смотрите наш канал, лучше делайте это, поставив нам лайк и подписавшись на него, так вы поможете нам развиваться, становиться больше и лучше. Мы работаем для вас и хотим продолжать это делать. Спасибо.